Предсказуемость во многом определяли итоги прошедших выборов. Краевая партия или по-другому список действующей до сих пор власти набрал 9 из 17 мест, по сути получив готовое большинство. Впервые новоизбранным депутатам были вручены серебряные значки с символикой Далгополского края, с точностью по примеру городских коллег. По измененному законодательству голосование проходило открыто, с указанием в волеизъявления конкретного лица. Единственной кандидатурой на пост председателя оказалась действующая руководитель объединенных 19 властей Енина Елинска. Кредит доверия на очередные 4 года народные избранники ей преподнесли единогласно. В ответном слове председатель выразила готовность работать с широкой коалицией, по-хозяйски конструктивно решая текущие вопросы. Главная задача у нас выполнять закон о самоуправлении, хозяйственной работы, но я думаю, что сверхзадача у нас в течение этих 4 лет сделать все возможное, чтобы помочь предпринимателям, чтобы были новые рабочие места, чтобы наши люди не уехали. И это нам надо работать вместе с управлением, правительству, всем надо работать, чтобы сделать все именно, чтобы наши люди здесь остались, чтобы наша молодежь осталась, чтобы наши школы были полные. Это самое главное, это сверхзадача. Сохранил свой пост и зампредседатель Арвид Куцинс, получивший голоса представителей всех 4 партий. Здесь и появились главные перемены. До сих пор Даутовская Краевая Дума являлась одним из немногих самоуправлений страны, где вице-мэр не получал зарплаты за административную должность. Теперь ситуацию решили исправить. Вместе с тем Арвиду Куцинсу придется расстаться с предыдущей работой на железной дороге. По утверждению должностного лица, к возможным переменам в жизни пришлось готовиться заранее. Понимаете, конечно, не так-то просто все, да, но, безусловно, надо будет попрощаться с предыдущей должности, скажем, да. Но я к этому готовился уже, что может такой вариант получиться, да, и, скажем, психологически я уже готов. Месячный оклад заместителя составит 1200 латов до уплаты налогов или 80% от зарплаты первого лица.